друзья всем привет в этом видео будет ответ на кучу комментариев зачем же привозить автомобиль с германии если эту машину можно купить здесь в украине и можно ли купить эту машину в украине также узнаете из этого видео не важно кто мы такие важно то какой у нас план есть один в минус в коммерческих перевозках это таха которая не позволяет ехать долго и вот грубо говоря 4 часа едем и потом ждем отдыхаем снова 4 часа едем а потом девять часов отдыхаем ну и вот стали грубо говоря на заслуженный отдых понятное дело что я могу ехать а вот андрейка ехать не может поэтому стоим ожидаем mercedes привет чем могу помочь выключи обогрев руля обогрев руля выключен да ну нафиг спасибо не знаю что сказать в этом и кстати он быстро становится прохладным аж мысль чуть не ушла значит сняли его с прицепа и заряда осталось 95 процентов куда ушло три процента не понимаю вот потому как здесь же мы машину иногда открывали когда ее везешь на эвакуаторе она начинает кричать возмущаться что вот мне плохо мне тяжело меня куда-то везут help me sos me и в этот момент выключали сигнализацию зеркала раскрывались двери никто не открывал она потом становилась на сигнализацию и уже дальше не было пища не возмущение того что автомобиль хочет чего-то там на 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 землю или еще куда-то то есть машина конкретно понимает что ее куда-то везут и возмущается так вот в моем понимании здесь 2 2 батареи одна большая под днищем вторая обычная которая так у всех аккумуляторов то есть пока не нажать кнопку старт-стоп нижний аккумулятор не включится и вот куда делась три процента за сутки с учетом того что машина не ездила но у меня пока нет ответа на этот вопрос еду дальше что могу сказать про первое впечатление ну конечно будущее не за горами по сравнению с этой audi которая вот впереди а ну кстати интересно это мерседеса будет видно проекция на стекле или нет потому как у других автомобилей например у ваговской группы она мерцает и особо ничего не показывает значит одна из причин почему мы перегрузили автомобили именно потому что сейчас в хелме идут ремонтные работы и машина которая вот впереди audi а 6 она весит 1900 килограмм вот этот кабан весит две с половиной и но сейчас андрею стала ехать намного легче вот он не в рацию говорил что с audi ехать намного легче а если бы мы поехали с этим кабаном до границы потому что можно было бы в очереди на границе перегрузиться ну как едет за тобой лучше чем audi имеется ввиду цепляется даже без разметки она пытается чего-то рулить ну я пока в режиме теста сильными не запускаю да нормально я дискомфорта не ощущаю андрюха это шо уже очередь вот этому лафету всего лишь седьмая поездка как он был куплен новым и вот сейчас наверно видно не видно сейчас он опять цепанет нет не зацепил не зацепил а вообще вот если бы там сейчас стоял mercedes он бы очень знатно прошелся бы пузом обдер бы может быть загнул поэтому по этой причине тяжелый mercedes едет своим ходом он пройдет сейчас границу а потом мы опять его погрузим и поедет он на лафете дальше audi с ними мы поедем на ауди ровная дорога и что отличает этот автомобиль от бензиновых собратьев это то что у него прием ну очень динамичный электротяга есть электротяга и хопать их камера час выпадет удовлетворившись ездой на mercedes и покатавшись на нем поняла какой у него подхват как у него быстро заканчивается аккумулятор пробую скориться ухты ё-моё очень нарядно так стоп не уже поворачивать очень нарядно я перепарковывался в германии и там ну я понял что приему этого автомобиля лучше чем у бмв м4 а сейчас в полной мере ну пипец очень очень впечатляет на следующий день меня друг прокатил на тесле и вот после теслы и я действительно офигел потому как mercedes это mercedes у него две с половиной тонны у него меньше мощности у теслы в два раза больше мощности и тесла легче чем mercedes и вот там я действительно офигел и будущее точно за электричеством но не сейчас современные автомобили которые с двигателями внутреннего сгорания они далеко не все способны с самого низу стартануть вот но настолько электротяга это конечно электротяга да это сколько до 100 вес если разогрета так где-то пристрее но и дорога мокрая он чувствует на теряет сцепление с дорогой ограничивать ремень затягивает так что уж тяжело дышать но но да это под горку ну подхват конечно тоскливо отдыхают многие автомобили и вот даже для такой массы автомобиля конечно 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 да и впечатляет я впервые еду на таком автомобиле который настолько подхватывает которого настолько бешеная здесь крутящий момент я не помню аж аж камера с рук выпадает да балдеж на каждый день вот может быть в этом есть смысл покупать электричку как 2 автомобиль но запас хода кстати коню запас хода у меня примерно 400 получается хотя по приборке пишет 490 но я просто не был 80 я не получаю поставил максимальную дистанцию для того чтобы ко мне не попадали приплыли тапки к берегу не с машиной все хорошо а вот контрольно пропускной пункт находится на расстоянии восемь с половиной километров то есть очередь я сейчас даже выйду посмотрю в очереди мы встали действительно ли это очередь да такие то очередь это очередь это очередь это очередь на контрольно-пропускной пункт ягодын восемь с половиной километров это я не знаю сколько это дней ну я даже уже не в часах говорит ладно падаю машину залезу пока устроим мозговой штурм что делать потому как потому как что-то пока я проехал вперед на 100 метровку как ее называют и спросил у ребят кто сколько стоит дальнобойщики а дальнобойщики это как раз наша колейка стоят 4 дня съездил туда назад из 95 процентов осталось 78 ясен пень что с обогревами подкатами запросто может не хватить зарядки этого автомобиля понятно что там есть рекуперация но на шнурке дюга дергаться через таможню за фурами вообще не получится особенно у поляков и запросто можно подхватить мандат карны и но это штраф на русском языке или же платное напоминание о том что так делать точно не нужно так вот то что нам не хватит заряда стоять четыре дня это тупо факт что-то я сразу не додумался включить камеру сейчас переверну покажу какая очередь вот это вот контрольно-пропускной пункт ягодын я такой очереди не помню со времен когда еще евро бляхи гоняли февраль месяц 18 года когда пик был вот очередь тогда была в среднем там двое-трое суток люди стояли ну что-то меня это совсем нифига не радует на нашем веку такого сборища еще не бывало и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас искать очередь в колейке 21 апреля, 5 утра, таможня Мы еще у поляков Пипец, я уже офигевший Вот этой поездочки Кругом одни грузовики, кругом одни машины Скоро 6 утра Мы еще не на родной земле Впереди Украина, но пока Ищу поляки 21 апреля Половина 8 утра Заветный талончик На родную землю Я уже получил, но до родной земли Еще наверное метров Ну так, чтобы не соврать На сам въезд метров 200 Надо где-то кофе найти и выпить Большая пачка документов Получена Теперь можно сказать, целую родную землю Сейчас заезжаем за Браму И поехали Ты правда думаешь, что все так просто? Так, драйв Уже как-то настроение поднялось Уже все нормально Сейчас взбодримся кофейку Я думаю, сейчас мы две машины Сразу загрузим на На эвакуатор Я уже слова начинаю забывать И дальше Уже поедут все машины А будем спать по очереди И меняться Ах, вот она, Украина Да я уже вижу эту надпись Ура, ура Наконец-то Пошел Доброго ранку Чувак, наверное, тоже устал Доброго ранку Да, доброго ранку Взял талончик Все, доброй ночи Так, вот она Наша родная земля Вот она, чарующая надпись Украина Та, которой я долго ждал Ну, тут осталось совсем немного Единственное, что сейчас мы Вот этот прекрасный экземпляр С остатком В 67% И в 243 километра Загрузим на платформу И поедем И поедем И помчимся А, еще сертификация Ёлки-палки На таможне Вот, очень хорошо Быть медийной личностью Потому что Практически на 100 метровке На мосту Парни, которые гнали фуры С Германии Они меня узнали И я им объяснил ситуацию Что парни Мы эту херню не проедем Они говорят Ну, тихонечко Давай заскакивай И так проехали Мы границу Ребята Огромное вам спасибо За эту помощь Потому что Эта машина Ну, либо бы она стояла На парковке Томилась бы Хрен знает сколько Заряжалась И дня за 3 За 4 Мы бы это прошли Но большое вам Отдельное спасибо За то, что вы нас Пустили колейку И мы за Приехали мы в 5 Выехали в 9 Грубо говоря За 16 часов Мы прошли Эту таможню Хотя в Украине Со свистом За 17 минут Приблизительно С оформлением Все очень быстро Под закрытие смены Аж настроение поднялось Ну и естественно Сам процесс Погрузки Загрузки Стой Стой Перегулируем Так Паркинг Ручник есть Этот автомобиль Под горку Ну, довольно Такой Хороший Укол Наверное Градусов Под 20 Он заезжает Без педали газа То есть Вот подъехал К автомобилю Пустил И он спокойно Заезжает Правда Хавает при этом Больше 40 Киловат Вот со старта Только кофть И нема Вот я сейчас Заехал на Платформу И еще Минус 1 Километр Как он считает Непонятно То есть Грубо говоря Мы проехали В районе 30 Километров Плюс печка Плюс 1 Старт И осталось Половина Аккумулятора Осталось Вот Немножко Больше Половины Остаток Пробега 199 Километров И всего На этой машине Мы проехали 320 Практически 8 километров Это с учетом И таможни И с учетом Перегона Автомобиля Во Франкфурт Ну а Мы сейчас Пакуем Машину Здесь Закрываем И все И до Киева Она Остается Продолжение следует... Киевская область Сейчас Оставим Вот этот вот автомобиль До завтра У Андрея Дома А на этом я поеду в Киев И завтра уже встретимся На самой таможне Для того, чтобы уже Все это дело Нормально оформить И до конца Растаможить Зарегистрировать И выдать людям автомобили Мерседес остался В Буче Завтра мы встретимся Рано утром Возле Самой таможни А сегодня Я сейчас Вот этот Ауди Еду Ставлю к себе На парковку Забираю Вольво И несмотря на то Что я две ночи Практически не спал Я сейчас поеду В деревню За своей Роднёй То есть я поеду За своей семьёй Правильно будет сказано А я еду домой Меня выходной Ступы выхлопной Им идёт стороной Так я уже Я уже Пытал И что Я говорю Вы сможете поставить на ней газ Они кажут Не Кажу Чего А она Кажет на ходу Это электричка Электричка Залазишь Как в этот самый Как в фуру Ещё бы вот сюда Две такие ручки Было бы как Ну Магнум Там две такие ручки И водителя Магнума Запросто можно узнать По грязным рукам И по погрызанной папке Потому что они Когда залазят Они за ручки Держатся И папку в зубах Вот так Что-то вспомнил Субтитры сделал DimaTorzok Так Мерседес Попытка позвонить Ещё раз Девять часов уже есть Уже практически есть Десять Чем могу помочь Украина Мерседес Реистрация Не так Привет Привет Мерседес Чем вам можно помочь Дай номер телефона Дилерского центра Киев Привет Мерседес Чем могу помочь Офигеть Совершенная система Привет Мерседес Чем вам можно помочь Позвони в сервисный центр Город Киев Повторите пожалуйста Позвони В сервисный центр Мерседес Город Киев Чем могу помочь Да это пи*** Какой-то Так Ладно Подключи мой телефон Привет Мерседес Чем вам можно помочь Подключи мой телефон Чего соединить Ну окей Соединить с прибором Мои приборы Galaxy С21 Включить Так А теперь Наверное Должна сработать громкая связь Так Вот их номер телефона Он кстати там тоже отображается То есть купить мерседес Сейчас у них нельзя Алло Не алло Как-то странно Ну ладно Сейчас зададим вопрос человеку Если он конечно ответит В режиме пандемии Интересно кто-то работает у них Линия цирресном центре мерседес Ну в смысле в продаже Алло Роза Розая Береза Автомобиль едем Украина Циррес Мерседес Мене звати Андрій Доброго дня Андрій Підкажіть будь ласка А чи можливо купити зараз Мерседес ЕКЮСі Яко звати Мене звать Микола Очекаю на лінію Зараз попробую Вернути вас на автосалон По всему питанию Окей Чекаю Николай Здравствуйте Будьте добры Оставьте пожалуйста Свой контактный номер Он продереться в автосалону наберет Простите А как скоро ждать звонка? Очень скоро Потому что я буквально Несколько секунд Переключила клиента Он закончит разговор с ним И сразу вам наберет А определение времени У словосочетания Очень скоро Приблизительно Это 20 минут Это полчаса Это день Это Ну регламент Есть какой-то? Приблизительно Нет Потому что разговор Может быть И 35 минут По телефону И у нас В практике Было И 40 минут Разговаривали Поэтому я не могу Знать заранее Как долго Затянется разговор Потому что бывают всякие Бывают минуты Бывают 30 Окей Ну мы понимаем Что сегодня Возможно кто-то перезвонит Обязательно Сегодня вам перезвонит Продавец автосалона Проконсультирует Николай Окей Спасибо Вот так вот Легко купить Мерседес В Украине Николай Хорошего дня Лучше вы мне позвоните Когда начнете Относиться к этому Хоть немного Серьезней Ну хорошо Хоть нахрен не послали Хорошо Спасибо Обозначил звонок Я хочу купить Новый Мерседес Ждите Вам когда-нибудь Перезвонят Ну я так это воспринял Так вот Я изъявил желание Купить Новый Автомобиль Мне интересно Какая цена Его будет стоить В Украине В частности В городе Киев На столичном Шоссе 94 по-моему Называется Неважно На столичном Шоссе Он один Мало того Что они видели С утра Мой номер Телефона Мне никто Не перезвонил В 10 утра Я звоню У них Есть один человек Который отвечает На звонки То есть Продает Один человек В режиме Пандемии Ну я так понимаю Так Девочка Почему-то не может Взять прайс И сказать Сколько стоит Такой Мерседес Ну наверняка Там будут дополнительные Вопросы С доставкой Ну пока ждем Очень надеюсь Что разговор Не затянется На долгое время Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А скажите, будь ласка, в компанії «Мерседес» взагалі хтось колись перетелефоновує? Чи краще... Що робити, я не розумію? У мене написано, що 1048... Мені зателефонувала якась дівчина, сказала, вибачте, зараз менеджер зайняти. Я задав питання, коли він зателефонує. Найближчим часом, обов'язково сьогодні, в будь-якому випадку. Але зараз я згадав те, що ніхто мені не перетелефонував. Тому телефоную ще раз. Продайте мені «Мерседеса». Зрозуміло, мене навіть я передала ваш номер, в 1048 мене фахівець автосалону сказав, що він вам подзвонив. Прошло часу більше доби. Що робить? На фіналу зараз. Окей, давайте. Мобільний дім Україна. Олексій, добрий день. Доброго дня, Олексій. Мене звать Микола. Є бажання придбати «Мерседес Екусі» в комплектації не те, що у вас там від 1 млн 800, а щось побагаче. Вітуація зараз, як і всі, з замовленням трошки усложнілася, як кажуть, бо зараз... А в чому складення саме? Те саме складення із полупроводників, яких зараз в світі – це світова проблема. І зараз трошки відбувається производство цих автомобілів. Друзі, а вот теперь ответ на вопрос, почему же ми заморочились, поехали в Германию за цим автомобилем, к чому ці були всі мучення, тому що в коментаріях було дофіга вопросів, що ви робите не те, цю машину можна купити тут. Так вот, відповідь – «здесь машину ви такої не купите». Ми позвонили на Мерседес, ми за два дня дозвонились, є телефонний розмовір в записі, він буде на каналі в інстаграмі. Кому інтересно, можете постріть. А коротко, содержательно, я расскажу, почему нету. Почему нету? Потому що заводи стоять, полупроводників нету, машини не изготавливаются, їх нових нету даже в Германии. То есть, их нету не там, их нету не здесь. Всем обещаю, те машины, которые должны были быть в марте готовыми, они еще до сих пор не взяты в производство. Поэтому, когда люди получат свой нарядный ЕКУСИ, понятия никто не имеет. Это, если очень коротко. Поэтому, да, стоило заморочиться поехать в Германию для того, чтобы иметь такой автомобиль на родной земле. На 300 км его хватает. А по заверению Мерседеса эта машина едет якобы 360 км, но при голимых условиях она едет 320. Мое мнение, 320 она не проедет, хотя я не замерял. Может быть, окей, пусть она поедет 300 км. Но 300 это уже не 100 км, как на сраном лифе. Едешь и потом ищешь какую-то зарядку. Мало того, что сейчас в городе Киев все зарядки платные, бесплатных нету. И еще парковки, на которых стоит эта зарядка, также платные. И сомнительная вообще история кататься на электричках в городе Киев. Особенно таксистам на лифах. Я вообще не понимаю, как они выживают. Ну разве что там на пиво, на гондоны зарабатывают и все. Заработка на электромобиле в такси нету, если мы говорим про лиф. История с Mercedes E-QC у нас закончилась. Да, она была сильно растянутой. Да, мы его везли 3 недели. Я человеку сделал скидку в 500 евро. И это несмотря на то, что в любых раскладах этот Mercedes все равно получался дешевле, чем где-либо его можно здесь найти в Украине. В любом случае, человек остался доволен. Для нас это главное. Спасибо вам большое за то, что досмотрели это видео до конца. С вами был Николай Тарануха. Киев. Компания Динавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Ну а я послезавтра снова в 6 часов утра лечу в Германию. Но это уже будет новая история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok